ПЕСНЯ 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 Когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже дня. Мы на долгий срок, когда забудешь ты меня. Когда забудешь ты меня. Когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже дня. Простимся мы на долгий срок, когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже дня. Простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог не развести уже дня. Простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня. Простимся мы на затрате. двух дорог, не развести уже огня. С тобой просимся на долгий срок, когда забудешь ты меня. На перекрестке двух дорог, не развести уже огня. Заела эта песня вновь. Тра-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам. Пойду кофе пить. Сегодня у меня ленивый воскресенье. Какое кофе ты собрала? А нет, жабка открыта должна быть. Жабка, ты должна быть открыта. Слышишь? Слышишь? Либо тут пойду поблизости в кофе. Кофе. Сегодня же воскресенье. Короче, у меня сегодня что-то рвет. Но у меня эти самые дни, когда у меня эти самые дни, у меня может быть все что угодно. Может быть депрессия, агрессия, абсцессия, рецессия, сессия, хренессия. Итак, всем привет. Включила снять видео о чем-нибудь. Знаете, в последнее время в инстаграме я подписалась на многих мам, которые усыновили. Ну, я не знаю почему, но этой темой я уже давно как-то так увлекаюсь, просто смотрю. Конечно, брать ребенка. Когда-то у меня было такое желание, несколько, может год, может несколько лет назад. Но сейчас я понимаю, что это очень большая ответственность. Да и никто бы мне не дал, потому как у меня инвалидность по зрению. Ну, в общем, одна тем более. Ну, в общем, моей ситуации проще быть одной. Потому что и своих детей тоже родить это очень большая ответственность. Очень время затратно. Это, короче, всю жизнь. Ну, все. Если дети, это ты должен всю жизнь посвятить. Пока ты их вырастешь, потом пока ты их поставишь на ноги. Пока молодой, ты этого не понимаешь абсолютно. И даже... И многие там так, в принципе, не делают. Ну, то есть дети там беспризорные. Ну, тогда смысл, как говорится, выращивать детей, если дети не присмотрены и не доведены до ума, так сказать. Но я люблю смотреть за людьми, которые... Особенно... Которые усыновляют детей. Особенно мне нравится... Ну, мне как-то... Ну, я не знаю даже, что я ощущаю. Ну, это как... Ну, 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 ну! Ну, говори! Уважение. Берут детей с глубокими инвалидностями. Ну, умственно нормальных в основном берут. Потому что если умственно ненормальный, то уже... Что там физическое, это можно еще комплексировать, если человек умственно в этом мире находится. Если он находится в своем мире, то трудно. Ты не поконтактируешь. Это будет однобокий контакт. И этот ребенок, он почти... Он, ну, я... Он, по крайней мере, на нашем уровне понимания ничего не понимает. Может, он в своем мире и випу понимает что-то, что происходит вокруг него. Но с нашей позиции он ничего не понимает. Он на другом измерении находится. Ну, то есть берут таких детей, допустим, там мальчик такой... Такой симпатичный. Я не знаю. Вот... У него, короче, раздвоение... Вот у лица. Вот у как раз... Ну, рождается такой ребенок, которого расщелина. И... Он там в интернате жил. Его, короче, усыновили. Сделали мы операции. В интернате тоже делают операции. Но там так просто, чтобы он мог хотя бы есть. Ну... И... У него еще и ноги нету. И он такой с протезиком. И, видимо, по национальности... Ну, именно Рустам. И по национальности он, наверное... Ну, я не знаю, какой-то... То ли казах, то ли еще что-то. Ну, я не знаю. Ну, такой хороший мальчик. Умный. Очень умный. Несмотря на то, что... Ему постоянно этот протезик меняют на ножку. Ну, одна ножка. И он там прыгает, бегает. И он плохо разговаривает. И зато и расщелина. Да, родился таким просто. И... Ну, очень так интересно наблюдать за жизнью. И там куча-куча... Вот ты только зашел до одних. Подписался. Сразу там тебе вторые, третьи, четвертые. Таких людей много в России. В основном они все. Которые... Кто-то едет усыновлять. Вот только что смотрела видео. Ну, такие маленькие. В инстаграме. Они типа едут за... У них девочка своя. Они хотят еще усыновить. И это люди не для того, что они не могут родить. А просто... Просто они чувствуют, что они хотят. Ну, я считаю, что это такие люди, знаете... У них такое, вроде, призвание... Мама. Мама. Мама такая. Глобальная мама. И таких много людей. Ну, у каждого человека, вроде, своя какая-то... Ну, свой сценарий. Своя роль какая-то. И... Каждый хочет же следовать. Ну, или каждый находится в своем сне. И в том сне он такой. В моем сне я, как видите, такая. Я куда-то стремлюсь, куда-то иду. И... Ну, просто в последнее время стало много так что-то думать. О том, о сём, о жизни, о пятом, о десятом. И так что-то задумываюсь. Что дальше делать. Вот. Ну... Просто... Непонятно, что я вообще хочу. Хочу ли я то, что я учусь на него. Ну, в любом случае я даже... Если я сейчас бы осознала, что я не хочу этим заниматься. Но я всё равно уже буду учиться. Потому что... Тут осталась та фигня. Потом дальше видно будет. Хочу или не хочу. Поэтому у меня вот это такое, короче. Что типа, о, стрижку. Хочу блондинкой. Не-не. Не хочу брюнеткой. Хочу рыжей. Хочу покраситься. Не хочу покраситься. Вот это такое просто состояние странное. Вообще что-то... Хочу на море. Не хочу на море. Вот, знаете. Вот такое у меня состояние. Ну, в любом случае на море то я поеду. Потому что я уже всё равно всё спланировала. Но как-то... Хочется где-то работать. Более такая, может, офисная работа. Но я не представляю... Как... Кем. Просто не представляю. Просто даже... Вот, знаете. Как классно было бы работать там, где тебе нравится. Чтоб ты чувствовался легко. Потому что... Например. Ты делаешь что-то просто для хобби. А... Потом... Потом ты, короче, находишь такую работу. И ты делаешь то, что ты для хобби делал на работе. Ну, это круто. А не так, что ты делаешь. И думаешь, господи, скорее бы вечер уже всё свалить. Короче, надоело. Ну, в общем, не знаю. Какой-то немножко... Раз... Раз... Рыхлённость такая у меня. И вот это могу... Часами смотреть этот Инстаграм. Людей разных со всех уголков. В основном это, я же говорю, Россия. Потому что... Там много людей снимают свои блоги. Эти... Кто поусыновлял детей. Ну, больше меня впечатляет, когда усыновляют с физическими отклонениями. Потому что... Родные матери даже бросают этих детей. А чужие берут и... И тут даже... Может даже жаль, что тех детей, которые нормальные. И их не усыновляют. Потому что... Вот нет у них... Ну, вот... Много детей в том уже интернате. И кого-то усыновляют. Кто-то всю жизнь сидит, ждёт. Надеется. И его не усыновляют. Ну... И... Все мы знаем, как там... В интернатах тех... Ну... Живётся детям. Они просто выходят больными людьми. Ранен... С ранеными душами. Ну и, короче... Тоже обидно, что таких колечек могут забирать. А нормальные дети могут и не дождаться никого. Особенно, если уже постарше. Там уже после пяти, шесть, семь, восемь, девять. Уже десять, одиннадцать. Уже никто не хочет. Берут. Но... В редкости. Потому что уже... Лично сформировано. И... Характер может быть... Какой угодно. Ну, в общем... А так за малышами, конечно, интересно наблюдать. Когда их берут ещё маленькими. Там одна молодая девочка тоже в инстаграме. Я давно уже за ней наблюдаю. За инстаграмом. Взяла двух пацанов. И при том, что... У одного тоже была вот эта расщелина. Которую... Представляется... Вот я родила маманя. Расщелина. Она его оставила. И всё. Как? Ну, видимо, что-то... Осуждать тоже нельзя. Потому что, видимо, что-то с психикой. С головой происходит. Видимо... Ну... Съезжает немного крыша. Потому что... Ну... Какие-то страхи. Кто-то ещё... А если ещё родители что-то говорят-то вообще... Ну... И, короче, она забрала одного и второго. То она с ними, конечно... Намучилась. И... Ну... Я так ощущаю. Ничего не говорит такого. Потому что, во-первых, характера... Такие. Во-вторых, истерики. И это надо всё терпеть. И... Короче, у них... Безмерный аппетит. Типа... Ну... Я думаю, там аппетит. Потому что... Она ещё вегетарианка. И дети... Просто постоянно... Не хватает им... Типа... Насытятся. Типа... Они... Не чувствуют меры в еде. Ну... Она говорит. Ну... Я думаю, что из-за вегетарианства они просто не наедаются. Ну... Ничего страшного не произойдёт. То всё равно лучше, чем в интернате. Тот один, что расщелина ему операцию... Она же сделала. То... Он бы вообще был в доме инвалидов до конца жизни. То... Я думаю, что лучше пускай он будет вегетарианцем. И вырастет полноценным человеком. Женится. Детей родит. И будет... Ну... Притом они умные. Они не дурачки. Что там... Я же говорю, что... Таких, что умственно отсталых... Их... Таких я нигде не видела. Чтобы усыновляли или показывали. Потому что умственно отсталые... Ну... Ещё чуть-чуть. Ладно. А если совсем не вменяемые, то... Ну... Просто... Ты ничего не сделаешь. Это... Просто... Может... Такие... Американские семьи могут забирать таких детей. Ну... Он просто смотрит и... И всё. И родитель не наслаждается тем, к чему он стремился. Этим уже... Ну... Как... Ну... Вот вырастет ребёнок. Узнает там такую свою историю. Подумает. Может когда-то и скажет, зачем вы это сделали. Чтоб я там сдох. Оно... Может когда-то скажет, что... Вот... Всё-таки хорошо. И... А если умственно отсталый, ты его... Сколько дней расти. Сколько дней этого... Он ничего тебе не скажет. Потому что он в своём мире, в своём состоянии. Ну... Короче... Вот это я наблюдаю. Ну... Наблюдаю не для того, чтобы я там... Что-то это... Мне никто даже... У нас так государство создано. Украине, в России, что... Ребёнка взять это очень сложно. Проще своего, короче, забацать и... Уже воспитывать. Чем взять с интерната. Потому что интернаты это... Кормушки для других взрослых. Дядей и тётей. А дети просто как... Прибор. Потому что... Если бы это было... Нормально... Ну... Сделано. То все дети сразу поступали в разные семьи. Которые только хотели. Не важно, за границу, не за границу. Да не важно, куда. Куда угодно. Но это лучше, чем вот тот дом, где они сидят как... Мешки, короче. И тупеют. Никакого ни развития, ни... Ничего. Ещё может быть... А, ещё там такая фишка есть. Столько страшных историй. Ну, я думаю, вы если копнёте, найдёте. Что, например, дети сами не едят. Но что-то не понимают там. Нет. Их никто не кормит. И они потом начинают истощение. Потом их ложат в больницу. В больнице их кормят. И, короче, так и по кругу. Постоянное. Постоянное истощение. Из-за того, что дети не едят. Их никто не кормит. Поставили. Не поела. Ну, типа так. Даже я слышала, что в садиках есть такое, что воспитатели смешивают всё. Борщ, компот. И малым детям пихают. Типа, чтоб быстрей. Типа, какая разница. Ну, то есть, такие страсти. А что говорить про интернаты? Интернаты, это я считаю, что это самое... Его надо убирать. Его надо убирать. И делать надо какие-то... Отказались два месяца где-то перекантовали. Какой-то перевалочный этот. Через два месяца его должны обязательно в семью. И должно быть налажено на уровне правительства. А не финансирование, триллиарды идут через этих детей. И эти толстопузы кормятся. Пьют эту, как говорится, детскую кровь, так сказать. Ну, так оно и есть. Я не знаю. Кто-то считает по-другому. Но я думаю, что это так. И чтоб ребёнка усыновить, там родителям надо сто кругов ада. Пройти этим усыновителем. А я считаю, что всех должны сразу. Сразу. Кто хочет, тому и далее. Всё. Приходить там наблюдать. Социальная служба. Но не так, чтобы это было... Сделать так, чтобы социальной службе было невыгодно. Забирать их. Конечно, многие могут сказать, что там кто-то бьёт детей. Где-то в семье издевается. Но за этим надо следить, отдавать другую семью. С другой, третью. Это всё равно лучше, чем в том придурочном доме. Где они там сидят, короче. И все делают вид, что о них там заботятся. Даже по телеку. По телевизору. Когда показывают эти дома. Я постоянно вижу, как показывают какую-нибудь воспиталку. Ну типа выставят уже на камеру более-менее. И она так дёргает ребёнка, ну такого грудничка за руки. Или так как потянет, как шмыкнет. И возьмёт на руку. А тот ребёнок сидит такой испуганный. Глаза вот такие. Видно, что он испугался. Что его, наверное, сейчас будут бить, думают. Но видно по выражению лица этого ребёнка, что он в шоке. Потому что его никогда не брали на руки. Никогда. И вообще. Никому это не интересно. И она уже взяла, да, 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 да. Видно, что ребёнок, не то что до неё, не это. Он просто в афиге, что его кто-то что-то взял, поднял, вышиб его кровать. Он, представляете, всю жизнь там, пока не начнёт ходить, он, ну, там, да, сколько год целый сидит. Вот только колыске. Лежит. Всё. Короче, вот это такие рассуждения. А так за людьми, конечно, интересно наблюдать, там, как они берут детей. Притом оно там, весь процесс, как они вырастают уже такие, уже деловые эти дети бегают. Там одну девочку наблюдают, постоянно её взяли. Такая степья, ну, обеспеченная. Они там ездят, так смешно уже. Ну, они с малой с этой занимаются полностью, потому что утеряно то, что должно было наверстаться первые месяца до года. Утеряно это не было. Ну, то есть, ребёнок лежал пластом, тупел. И трудно его наверстать потом. Ну, короче, самое первое время, это то, которое... Даже те дети... Это то, которое первое от рождения до года. Это самое лучшее. Потом уже он... Трудно его... Он не понимает, что такое. Он не знал, что его не обнимали, его не носили, ничего. Он... Он в своём мире. У него просто... Другой... Другие совсем люди получаются. Ну, короче... Такие то дела. Ну, я не знаю. Может, когда-то через 200 лет изменится система эта вся. Может, будет вообще по-другому. Может, как-то всё. Ну, трагизма тут нету. Знаете, каждого своя жизнь и каждому что-то. Так получилось. Так вышло. Ну, просто... Хотелось бы, чтобы было более-менее как-то идеально для... Для человеческих существ. Потому... Ну, это... Детский дом это как тюрьма. Ну, это реальная тюрьма. Ну, это я так считаю. И они там как заключённые. И выходят они оттуда. Если выходят, не умирают. Потому что многие, я думаю, там умирают просто от голодной смерти. Ну, от того, что их не кормят. И они не это. И просто могут... Ну, у кого слабее, здоровее. Здоровье у кого послабее. Так что вот это такая тема. Просто как раз под впечатлением инстаграма так она тема эта вышла. Сама по себе. Ну, ладно. Всё. Что-то хочется мне изменить, короче, в своей жизни. Не знаю. Честно, не знаю. Что-то хочется, а что не знаю. И что-то попало на глаз, блин. Какая-то парушина. Этот месяц вообще тянется какой-то длинный-предлинный. Если месяца все пролетели, то этот перед морем вообще тянется. Опять сегодня ночью проснулась. И мне как будто что-то вот мне жарко. Лицо как будто вокруг горячо. Такое вот это второй раз. Типа такой приступ небольшой. Типа вокруг горячо. Лицо. Типа открываю глаза. Это прекращается. Закрываю глаза. Горячо лицо. Типа я в печке где-то. Это что-то же. какое-то ответвление в вегатасосудистой дистонии. Думаю, прикольно. Взяла половинку валидола. Немножко рассосала. Положила ее. Ну, не хочу то валидола. Просто это что-то с нервами. И валидол меня как-то успокаивает. Ну, в нем есть там мята. Так что такие дела. Это уже второй раз такая фигня. За все это. Недавно такое началось. Ну, у меня такое бывает. Когда вот это приходит такое состояние, что я не знаю вообще шо и как, почем. И куда, и для чего. И что дальше делать. Как-то в каком-то ступоре. Как это говорится. И вроде все достаточно бездата. Но все равно какая-то фуйня. Ну, типа такого. Ладно. Все. Пока-пока. Кушать. Холодно. Пить. Ну, подожди. Сейчас попрошу что-нибудь. Ну, сейчас. Гладь меня. Подожди минутку. Смачного. Хейка. Привет, короче. Пила. Пепси. Масло. Бартек. Шметана. Шметана. Масло. Экстра. Кельбаски. Белокельбаса. Все. У меня, короче, есть вот такая баночка журека. И к нему надо кельбаса и яйка. Две принцессы. Яйца. Большие. Такие. Огромные. Масло. Короче, вот такие вот. XL. Ну, они реально большие. Ну, не огромные, но больше чем обычно. Потом купила этот вишневый джем. Хочу сделать пирожки такие классные. Картофельные. С вишневым джемом. Майонез давно уже не ела. Кефир для этих пирожков. Ну, вот и все. Вот это, короче, наши 59 злотых. Этот набор. Все, короче, сейчас отдыхаю. У меня еще кое-чего пошло. Так так встала вообще. Сейчас, короче, журик сварю. Кельбасу, вернее, туда в журик бухну. Я даже не знаю. Да, наверное, сразу в журик. Ну, короче, вот такие пирожки. Будут завтра пирожки. Хочу, у меня есть картошка. И, короче, хочу сделать такое тесто картофельное. Это просто картошку. Берешь, мнешь туда яйца, три яйца, пару ложек муки, соль. И, короче, делаешь такое тесто, типа, туда внутрь вот этот джем. Когда-то бабушка делала эти пирожки. Спасибо тебе, бабушка, что научила таким пирожкам. Они у нее были очень вкусные. Такие вкусные, что мама так не готовила. Не знаю, у бабушки всегда все было вкуснее чего-то. Ну, вот не знаю, почему. Может, потому что она больше была с нами, а мама на работе. Может, поэтому, скорее всего. Все, отдыхаем. Огурцы у меня тоже, конечно, стоят, но толку с их нема. Я уже не смотрю на их даже. Уже и не жду от них ничего. Если раньше что-то от них ждала, сейчас уже я потеряла всю надежду. И они такие уже некрасивые. Их уже надо посрезать, повыкидать. Больше садить вас не буду. Видите, сколько много там? И толку мало. Если бы на грядке, наверное, было бы, конечно, классно. Видите, сколько много? Короче, так и живем. Тут помидоры колосятся, лежат просто. Стали расти просто огромные. Тут надо подвязывать. Ветки ломаются сразу. Как же пахнет. Дотронешься, они сразу... Ну, короче, помидоры, конечно, хорошо им. Только что они здоровые растут. Видите, тут лежат прутья. Ну, не сказала бы я, что их тут много. Там помидоров. Ну, в принципе, можно как бы для такого баловства заводить. Какое красивое небо. Не видно. О, видно немножко на камеру. Вот так вот. Все. Делаем журик. Мой журик. Кстати, очень классная колбаса. Она сварилась. Яйцо, правда, надо было еще круче варить. Ну, да ничего. У меня, как всегда, яйцо варится в крутую половинку ложится. А у меня вот так вот. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. С утра у меня еще такой журик. Сейчас кофе сделаю. И сегодня, короче, я дома. Вот так вот с утра после вчера лежат волосы. Видите? Как-то так. Как-то так. Нормально. Пойдет. Тут просто можно так заухать. Вид сверху. Журик. Кофе. Принцесса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова